От их вокала дребезжат стены и сердца публики. Вот она, настоящая русская песня в исполнении всенародного хора имени Пятницкого. Это коллектив с вековой историей, который умеет оставаться интересным в любые времена и для разной публики. А почему? Благодаря показательному вокалу, поставленной режиссуре, мастерству артистов и, конечно, самим песням, которые сегодня представлены в обработке. Современная форма уже не состоит из десяти куплетов, как это было в прошлом веке, но исполнительская традиция русского хора сохранена принципиально. Вообще все искусство забыло о том, что самая главная задача наша – это формирование и воспитание зрителя. Хотим мы того, не хотим. Но такие понятия, как духовность, нравственность, их никто не отменял. И наша задача – нести именно со сцены только искусство, искусство еще раз, а не развлекалось. И газодобытчики почувствовали подлинность и качество музыки. В зрительном зале не было свободных мест, билеты разошлись задолго до выступления. На концерте присутствовали и те, кто не первый раз вдохновляется творчеством хора Пятницкого. Ларисе Гржебовской, например, удалось как-то в Москве попасть за кулисы на их репетицию. Это было настолько замечательно и здорово. Работа, работа всего коллектива, отдельно хора, отдельно оркестра, настолько это вообще запоминающееся действие. И вот сегодня это второй раз, но уже не изнутри, а на концерте. Это здорово. Коллектив сегодня состоит из трех групп – хоровой, танцевальной и оркестровой. Номера плавно соединены между собой, и каждый похож на мини-спектакль. На сцене газодобытчика артисты мастерски играли с настроением зрителя. Они представили известные руссконародные песни и пляски, частушки, баллады, классические произведения. Огромное количество десятилетий хор имени Пятницкого был в центре внимания зрителей Советского Союза, Российской Федерации. И каждый зритель для себя выбрал то, что ему нравится. Вот концерт, показательно концертов Зальчаковского. Попробую я не спой, бродягу. Вот зритель все это говорит. Вы знаете, сколько я денег заплатил за билет? Вот моя любимая песня «По диким степям Забайкалья», «А вы не спели». Ну как это так? И они правы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Хор имени Пятницкого удостоенный несколькими орденами, ставший национальным достоянием России, как никто другой показал широту русской души, проникновенность народной песни и подарил настроение каждому своему гостю. Юлия Надрага, Алексей Переведенцев, Новый Уренгой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова